Ребята, 2 ноября, а я до сих пор вот так вот сплю, с открытым окном, оставляю окно только маленькое в ванной, а в комнате оставляю вот так вот, полуоткрытое, говорят, в Германии так проветривать окна несят. Давайте глянем, что там за окно, хочу съездить в Лидл с утра, ну с утра прохладненько, вот с утра где-то 16 градусов, все, а днем, а днем, здравствуй поезд, это я, а днем все 24-25, тепло, хорошо. Давайте по кофейку, аж через край сейчас буду, все, рвать, чтоб не разлыть. В общем, читая ваши комментарии, хочу вам сказать спасибо. Сковородка в кадре. Она чистая. Ребята, лапка болит меньше, хожу, ну чуть-чуть шкатываю, но нормально. Кто-то посоветовал травмель, у меня есть травмель, намажу, ну там просто, ну, маленькая трещинка, все нормально. До свадьбы заживая. Не знаю, до чей, но до чей-то заживая. Вот. И вы представляете, ну ни один человек в комментарии не написал, Лиля, зачем ты бросила работу, как ты теперь будешь жить там. И я вас просто, я вас просто обожаю. Всех. Лиля, ну ты молодец. Вот так вот нельзя быть на подхвате, нельзя так работать, нельзя так. Ну вы у меня просто замечательные. Подумай о себе, побереги себя и все в таком роде. Ребята, я вас слушаю. Потому что это же, понимаете, это были знаки. Знак уже был, когда сгорел наш терминал. Знак наш сказал, Лиля, остановись. Потом меня поперло на этот корабле строительный. Где я опять заболела, это опять был знак Лиля. Ну, то бина, да, вот та пыль, грязь, мусор и все прочее. Я от этого бронхита отходила, бог знает сколько. Потом, в конце концов, я сломала свой пальчик. И поэтому мои мозги сказали, стоп, ну хорош, ну куда ты лезешь, ну вы нужны твои. Есть молодые, пусть работают, им надо жить, им надо зарабатывать. У меня уже все есть, понимаете. Я хочу вам сегодня снять видео. Очень интересное на тему своей рабочей, на тему своих шкафов. Я сегодня решила разобрать свои шкафы и посмотреть, сколько у меня там рабочей одежды. Я думаю, это будет весело. Весело всем. Уже кое-что, конечно, выброшено. Но вот это висит рабочая одежда. Ты одеваешься, тебе в принципе одеть нечего нормального. Потому что у тебя кроме рабочей одежды ничего нет. Всю жизнь я проездила на работу в рабочей одежде. Вы это все прекрасно видели. И получается, что на выход, на выход суббота-воскресенье у меня как бы всегда были рабочие. То я в парке работала, то я еще где-то работала, то я еще где-то подрабатывала. То я мороженое делала, то я ресторан был. В общем, вот так вот если подумать, вот где все эти заработанные деньги, собственно говоря. Собственно говоря, они как зарабатывались, так они и тратились. То есть толком, чтобы сказать, о, миллионы на отложила, теперь можно сидеть и не работать. Нет, эти деньги в процессе работы они тратились. Жили на эти деньги, ремонт на эти деньги делали, кому-то помогали. То есть особого состояния. Я не сколотила, но я сколотила. Особый склад рабочей одежды. Вот это я как подумала вчера, как начала сама себя ржать. Думаю, боже, боже, надо открывать эти шкафы, показать вам, сколько этого всего я накопила. Мои года, мое богатство. Так я вам и назову это видео. Это так, импровизация. Это же не то, что я там готовлюсь где-то что-то сказать. А то, знаете, что в голову пришло, то и ляпнула. Ошиблась я. 11 у нас градусов. Ты, Гля, как прохладненько. Вихожу с подъезда, а у нас написано, Габриэла написала. Сеньори кондомини, ну то есть дорогие соседи, в 11 часов мы будем разжигать огонь и делать барбекю. Я говорю, вот так вот жить в наших домах, потому что вот эти соседи снизу, которые справа, все время жалуются на их барбекю. А мне наоборот нравится запах, дымочек такой приятный. Надо жить в собственном доме. Никто никого не трогает. Каждый себе делает, что хочешь. Хочешь галяком, хочешь, хочешь и хочешь. В общем, ребята, не думала я, что так прохладненько. Нет, даже не холодно почему-то. Ооо, сколько у нас тут собакевича вуливая. Все улыбаются с утра. Девочка вообще с коротким рукавом. Пофиг 11 градусов. Мы же знаем, что сейчас солнышко выйдет и будет, ну ой-ой-ой, как тепло. Так, еду в Лиду за пакетом овощей. Я славу, не надеюсь, Эбель. У меня, собственно, хватает то, что надо доесть. А, не кофе надо купить. Напоминайте, то есть без кофы. Итак, свежайшая пакетолочка с Лидой. Решу ждать практически полчаса. И шла встретила нашего Джулиану. Помнишь, у нас дедушка все время на терминале пил кофе, убирала нам стулы. Он говорит, я сюда не мая. Я, кажется, сам взял пакет. А я еще иду до слуху, думаю, и хобби пакеты есть. Он говорит, что мы будем делать. Я говорю, хорошо, я подошу. Это слава у Кучмеки купила зеленый чин. Он вкусный. Это арханский, я даже не знаю, тут киже. Два январь, это пачка. Короче, у меня маленькая ростовая. Бананчики свежат. Это саши суль. Так, смотрите. Вот эти перчики. Во-первых, свежайшие, не просто жарят на сковородке, слова. И едят, как в семечке. Не-не-не-не. Это такой, знаешь, полуслабкий перец, и он очень вкусный жарен. И просто со всех сторон жарить, полив, и в гарнир получаем. О, блин. Кто тут знал, что тут Альона наеда, я бы его и не брала. Ну, ничего. Ну, так сейчас Альон еще залезу. Ну, так сейчас Альон еще залезу. Так, это ты, это твоя деда. Это ты такой, знаешь. Три этих, так что сейчас придется ехать до Альона. Три фенхеля. Ну, свеженький цей раз. Своей мамой станет, когда люди делают, Юля сделает овощный рагу с картошечкой, один баклажан, один это, а вот и сделаешь. А кто з вас завтра что делает? Завтра неделя? Завтра неделя. Ну, и что ты делаешь? Я же думал, ты дома сидишь. Я дома сиду. Не, я имею в виду, что ты сидишь, не ездишь, а ты, если ты ездишь, то я завтра Юле дам список, дам грошей, чтобы заехать. Этот месячный закуп нам дробить, ну, как я с ним. Ну, может, не месячный, может, такий сеттиманали на неделю. Так, какие сеттиманали. Ну, что тебе, дружно в три магазина заехать? Каждый. Ну, я просто думал, что я Альона, что ты, что тут носишь? Это надо заехать туда, просто все воно раскидано. Она говорит, что я пешки буду носить, сносить. Ну, что ты, скажу, будешь пешки сносить? Картошка с цибулем. Ну, я знаю. Черт идет. Я попробую вручную доперти. Ну, хай, не тяжкие, 10 килограмм, но все равно. Лидл, понятно, в лидл можно и не скупляться. Химия. Ну, это все. Ну, пить мне тоже химия. Балетная бумага, это все, все, все. Хорошо, хорошо, нет проблем, все равно я что-то не работаю. Марковка, шести раз, я весь мало. Из-за этой ерунды получается, что ты картофельный, прям хороший. И два лимончика тебе. У нас венегрет. А так я тоже скупилась на венегрет, чтобы соби венегрет сделала. Ну, ты делай, может, у нас поистри и не делай соби венегрет. Короче, я пришел в леонат и буду. Давай. Все, пока. Ну, не хочу я с вами балакати. Да, пока. Так вот, барбекю. Уже пахнет. Ох, и запах, одинком пахнет. Там тоже какой-то сбор во дворе родственники, собака. Суббот. Я тоже под дымок, такой приятный запах. Во-первых, себе сделаю такую вот икорочку. Да ничего особенного нет, пару луковиц, сейчас пару перчиков и баклажаны, чеснок. И венегрет, венегрет. Венегрет будет с кислой капусточкой, с фасолькой, с красным луком. Картошку я вчера сварила, морковку сегодня варила. В общем, овощных добавок у меня не буду хоть отбавлять. Картошка, друг 16. Так, смотрите, моя икорка жарится. Думаю, пока у меня свежих помидорчиков нема, добавлю. А я сюда чуть-чуть, еще я масла много не нарезала. Добавлю я сюда чуть-чуть соли, томатик для остроты вкуса. Я люблю такое, знаете, полу альденте, не совсем разваренное. Сейчас только лишняя жидкость идет. Добавляю чеснок, добавляю горький перчик, можно уже добавить. И немножко петрушки. Запах петрушки чеснока сразу делает свое доброе дело. Все, ребятки, экран на готово. Я ее выключаю. Вот здесь она настаивается. Попробую на соль. Для винегретика, помните, у меня есть для оливье, для винегрета. Эта решеточка очень удобная. Я думаю, что если спросить в нашем магазине, может, они вот это могут и привезти. Потому что кто-то когда-то спрашивал, где вы покупали. Конечно, это привезло с Украины. Я думаю, что если у наших девчат поспрашивать, то под заказ могут и привезти. Но настолько удобно, настолько быстро. А знаете, что у меня нет огурцов. Ладно, будет квашеная капуста. Вот это сейчас только... Сейчас только вспомнила, что огурцы. Хотела еще в ледо взять. Забыла. А знаете, что можно добавить? Ничего страшного. У меня же есть зеленые квашеные помидоры. Точно. Точно. Вот так вот. Слава, вчера они кушали мои зеленые помидорчики. Разрезали их пополам. И добавляли туда чуть-чуть чеснока и масла. Ребята, это такое объедение. Что я вам должна сказать. А у меня, оказывается, они есть. Они квашеные, прямо как бочковые. Получились очень вкусные. Ева и у Ева. Вот они. Хорошо. Обойдемся без огурцов. Вы никогда не пробовали винегрет с квашеными помидорами. Мы делали с оливками. Что винегрет, что оливье. Очень вкусно получается. С зелеными оливками. Ну, с помидорами, я думаю, будет и не хуже. Если честно, я даже не знаю, что вкуснее получилось. Икра суперская. Такая кусочками неразваренная. Чуть-чуть картошка решила себе мундирку почистила, поджарила. Винегретик бомбезный. Так еще бурячок с чесночком сделала. Посолила, поперчила. Сейчас надо своей Алене гореть, чтобы она после спортзала не морочила особо ничего. Ехала за здоровой пищей. А еще ж можно сделать капусточку. А еще ж у меня красная рыбка. Так, ребята, сказка. Приглашаю на обед. Забегайте в гости. 15 минут. И все готово. Продолжение следует.